Сколько татарстанций хранят денег в банке? Платить ли налог для самозанятых за то, что выросло на грядке? Минсельхоз разъясняет. И услуги сиделок, цена вопроса и что предлагает государство семьям с тяжело больными людьми? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Средняя татарстанская семья из трех человек хранит в банке 400 тысяч рублей, вычислили специалисты Общероссийского народного фронта. Сравнивали все регионы страны. Мы побережливости где-то в середине списка. Самые сберегательно активные – жители Москвы, Петербурга и Новосибирской области с традиционно высокими зарплатами. Они хранят в банке на депозитах больше половины своего годового заработка. Татарстанцы только 40%. Средний годовой доход средней семьи чуть больше миллиона рублей. Самый популярный вид сбережения – депозит. И в чем лучше хранить деньги, рассказали наши финансовые эксперты. Депозит – это один из самых безопасных способов инвестирования. Еще есть возможность посмотреть на инструмент, например, валютные вклады. Чем интересен валюта, если мы говорим о долгом сроке, если мы понимаем, что нам это не завтра потребуется, а мы готовы откладывать на год и более, то валюта, твердая валюта, она имеет большую стойкость к экономическим колебаниям. То, что мы видим, наблюдаем в экономике развивающихся стран, то, что Россия тоже относится к развивающимся странам. Мы понимаем, что это более гибкая экономика, она быстрее может пойти вниз, она в каких-то вещах может где-то пойти быстрее, но тем не менее она в большей степени подвержена изменениям. И есть твердые валюты, которые можно открыть счет на депозит как раз к выраженной валюте и вложить на деньги. Это один из надежных источников тоже, из тех, которые мы рассматриваем, считается одним из надежных источников вложения. Между тем, новых кредитов за год граждане взяли больше на 12%. И сегодня средняя татарстанская семья должна банку 271 390 рублей. Это больше, чем показатель по России. Там эта сумма 263 тысячи рублей. Но зато платят по кредитам жители республики аккуратнее. Просрочка меньше 4%. В среднем по стране больше 5. Специальный налоговый режим для самозанятых заработал с начала этого года в 4 российских регионах, в том числе в Татарстане. Могу сказать, что по состоянию на 27 февраля в нашей республике зарегистрировано в качестве плательщиков налога на профессиональный доход 3798 граждан. То есть почти уже 4 тысячи граждан зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Суть нового налога выглядит просто. Человек, который работает неофициально на себя, теперь может выйти из тени, зарегистрироваться как самозанятый и платить налог в 4%, если он оказывает услуги физическим лицам, и 6%, если юридическим. Но по факту у потенциальных самозанятых вопросов остается много. В частности, у тех, кто работает на земле и торгует тем, что вырастил сам, не обвинят ли его в незаконной предпринимательской деятельности. Минсельхозпро Татарстана в связи с этим дал разъяснение. Согласно пункту 13 статьи 217 Налогового кодекса, доходы физических лиц от продажи, выращенные в личных подсобных хозяйствах продукции, животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя, в сыром или переработанном виде, продукции растений водства в натуральном виде или переработанном, налогом не облагаются. Таким образом, владельцы личных подсобных хозяйств освобождаются от налога, но только при условии, что трудятся на земельном участке площадью не более половины гектара и работают сами без наемных работников. Татарстан и еще 10 регионов России получат в этом году деньги на создание системы долговременного ухода за престарелыми инвалидами. Средство выделит федеральный бюджет 295 миллионов рублей на условии софинансирования, то есть и самим регионам тоже придется добавить. Если до сих пор разделение было строгим, медики лечили, соцработники помогали в быту таким людям, то теперь пилотным регионам предлагают придумать и обкатать систему, при которой бы и социальное обслуживание пожилых людей с инвалидностью, и медицинская помощь на дому оказывались бы комплексно, и продумали поддержку семейного ухода. Сегодня это зачастую становится большой проблемой семьи, где есть человек, требующий ухода. Членам семьи приходится увольняться с работы, чтобы ухаживать за ним, либо нанимать сиделку. Сегодня услуги приходящей сиделки на сайтах объявлений начинаются со 100 рублей в час, а за медпомощь сиделки с проживанием просят 36 тысяч в месяц. Пока это все новости экономики, спасибо, что были с нами, до встречи.